Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гиргель. Здравствуйте. На борьбу с пандемией коронавируса Казахстан потратил почти 6 триллионов тенге. Это 13 миллиардов долларов или больше 8 процентов валового внутреннего продукта. Об этом глава государства Касымжимар Токаев рассказал в интервью российскому информационному агентству ТАСС. Меры, предпринятые страной, президент назвал беспрецедентными. Я делаю это специально, хотя, конечно же, высказывается критика, в том числе и со стороны граждан, что, мол, разбрасываете деньги, так называемые вертолетные деньги. Так их называют иногда, но я считаю, что мы должны бороться за жизни и благополучие прежде всего наших граждан, потому что без народа не бывает экономики. Меньше чем за два года в Казахстане намерены построить 80 новых объектов образования, больше 20 здравоохранения и 36 в сфере культуры и спорта. Об этом говорили на селекторном заседании правительства. Всего в рамках дорожной карты занятости планируют реализовать свыше 6,5 тысяч проектов. Это позволит обеспечить работой больше миллиона двухсот тысяч казахстанцев. С теми, кто уже устроится, встретилась Ирина Панфилова. Работа по благоустройству дворов столицы в самом разгаре. На этом участке трудится и Бигзат Нурпиесов. Из-за карантина он остался без заработка. Пришлось осваивать новую специальность. Карантина, потом наш ресторан закрыли и потом все разошлись. Потом дома сидели. Мы бордюры ложим, брусчатки ложим. Раньше я не делал, вот научились здесь. Помимо Бигзата в рамках госпроекта «Дорожная карта занятости» только на это предприятие смогли трудоустроиться больше 70 человек. Объемы большие. Поэтому рабочие руки в компании по благоустройству нужны всегда. Категорическая нехватка людей была. Мы не знали, что делать. И вот она сейчас нам помогает. Сейчас 73 сотрудника у нас по карте занятости уже проходят. Мы позвонили в центр занятости, подали онлайн заявку. И нам вот поступили звонки. И мы начали принимать на работу ребят. Напомню, новую дорожную карту занятости в стране утвердили 27 марта. Практически сразу началась реализация больше 1200 проектов, что позволило создать 17 тысяч вакансий, больше 10 тысяч из которых уже закрыли. Участвуют в подборе кадров и центры занятости. Больше шансов найти работу появилось у молодежи. Отмечу одно из требований для предприятий, участвующих в дорожной карте. 90% товаров и услуг, которые используются при реализации проектов, должны быть отечественными. Как отметил министр труда и социальной защиты населения на селекторном заседании правительства, новая карта занятости позволит урегулировать ряд вопросов в различных сферах экономики. Например, решит проблемы аварийных и трехсменных школ. Для этого построят 80 объектов образования. В результате трудоустроиться на постоянной основе смогут порядка 7 тысяч педагогов. Строительство 24 объектов здравоохранения увеличит доступность к первичной медико-санитарной помощи, а также позволит трудоустроить порядка 1 тысячи медработников. Строительство 36 объектов культуры и спорта положительно скажется на развитии массового спорта, позволит решить проблемы досуга для молодежи и обеспечить постоянной работой свыше полутора тысяч человек. Кроме того, в планах построить больше 250 новых и модернизировать существующие жилищно-коммунальные и водохозяйственные объекты страны. Глава правительства Аскар Мамин отметил, что главный приоритет в работе члены Кабмина должны сделать на сохранении занятости казахстанцев. По дорожной карте занятости будет реализовано свыше 6,5 тысяч проектов. Это позволит обеспечить работой 255 тысяч человек. Толчок для развития экономики даст и развитие инфраструктуры. В целом, при реализации всех государственных программ по восстановлению экономики страны будет охвачено свыше 1 миллиона 200 тысяч человек. Акиматы до конца месяца должны завершить все конкурсные процедуры и начать реализацию проектов. Основные специалисты должны быть местные. Выделенные средства должны работать на экономику. Между тем, по словам премьер-министра, хорошая динамика запуска проектов сегодня наблюдается в Восточно-Казахстанской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Туркестанской и Павлодарской областях. В аутсайдерах – Казалардинский регион, города Алматы и Шимкент. Ирина Банфилова, Ирлан Наур-Избаев, Хабар-24. Оскар Мамин с рабочим визитом посетил Карагандинскую область. Глава правительства проинспектировал реализацию проектов автодорожной, жилищной и социальной инфраструктуры, в том числе в рамках дорожной карты занятости. В частности, только сдача в эксплуатацию нового оптово-распределительного центра, которая намечена на лето, на разных этапах позволит создать 5000 рабочих мест. Также премьера знакомился с работой от двух предприятий по производству огнеупорных материалов, а также стальной и чугунной продукции. Общий объем инвестиций в них составил почти 40 миллиардов тенге. Завод является очень уникальным. Ее уникальность заключается в том, что среди всех патронных заводов, которые существуют в мире, наш является самым технологичным и самым последним заводом, который мы сегодня открыли. Это позволит существенно укрепить обороноспособность нашей страны, обеспечить нашей вооруженной силе разной номенклатурой востребованных боеприпасов. Это высокотехнологические предприятия с высокой экологической составляющей. Мы уделяли очень большое внимание при проектировании экологической составляющей, и очистка воздуха будет составлять 99,8%. На сегодняшний день мы можем с уверенностью сказать, что запуск этих предприятий позволит создать свыше 1500 новых рабочих мест. Около 4000 безработных планируют привлечь в строительную сферу в Североказахстанской области. В регионе в этом году возведут свыше 300 объектов по дорожной карте занятости. Активно реализуют и проект АУЛ Ельбисыгем, направленный на развитие сельской инфраструктуры. Эту часть Бесколь однородно называют Санта-Барбарой, а в Акимате – Юго-Восток. Микрорайон быстро застраивается. За последние несколько лет в райцентр переехали свыше 4000 человек. Местные жители не раз обращались к властям, что нужна школа. И вот стройка идет полным ходом. Учебное заведение должно распахнуть свои двери 1 сентября, и тогда в прошлом останется проблема с трехсменным обучением детей. Здесь еще будет находиться у нас футбольное поле с беговой дорожкой. Две площадки, то есть баскетбольные и волейбольные. Вот сейчас параллельно занимаемся благоустройством территории. Уже ведется монтаж труб для ограждения. Впрочем, в Бесколе скоро появится не только новая школа, но и первая пятиэтажка и асфальт на улицах. По проекту АУЛ Ельбисыг на развитие райцентра выделено около 2,5 миллиардов тенге. Как раз в этом микроэнде, дорогу, которая в школу, улица Махжана-Жумабаев, улица Мальшук-Маметова, улица Некрас, эти дороги будут всего где-то около 24 километра от дороги будут асфальтированы средним ремонтом охлаждения. Также у нас в Бесколе будет в этом году окончательная реконструкция разводящих сетей водоснабжения. Во многих селах и в Петропавловске сейчас активно реализуется программа «Дорожная карта занятости» и тоже строятся новые объекты. На стройплощадке планируют приглашать и тех, кто из-за чрезвычайного положения остался без работы. В связи с коронавирусом и с чрезвычайным положением, правительством принято беспрецедентные меры. Это по поддержке людей, которые потеряли свои работы. 50% сотрудников строительной компании должны нанимать безработных с биржи труда. Если они иногородние, допустим, объект находится в городе Петропавловске, а приличные люди с районов, то им будет выплачено единовременное пособие. 85 тысяч тенге строительной компании. Только по «Дорожной карте занятости» по области планируют построить свыше 300 объектов на сумму 32 миллиарда тенге. Власти уже примерно подсчитали, что обеспечить хотя бы временные работы в строительной сфере в регионе смогут около 4 тысяч жителей. Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Североказахстанская область, Хабар, 24. Казахстан не будет направлять дипломатическую ноту узбекской стороне из-за наводнения в Туркестанской области. В Министерстве иностранных дел заявили, что вопрос возмещения ущерба рассмотрят после поездки правительственной комиссии нашей страны в соседнюю республику на переговоры. Наши дипломаты заверили, что ситуация находится на особом контроле Кабмина. Уже завтра заместитель премьер-министра Роман Скляр вылетит в Туркестанскую область. Вопрос о направлении ноты сейчас не стоит. Не стоит политизировать данный вопрос. Мы должны решать этот вопрос на дружественной ноте с нашим братским соседом. Комиссия полетит в Узбекистан. Будут переговоры. Естественно, этот вопрос тоже будет подниматься. В первую очередь хотелось бы отметить, что нужно сейчас помогать простым людям. Несколько тысяч остались без жилья. Были эвакуированы из подтопленных районов. И времени на обмен нотами, либо какой-то бумажной бюрократии у нас нет. Напомню, 1 мая произошел прорыв одной из дам Сардабинского водохранилища в Сардаринской области Узбекистана. В соседней республике погибли двое детей, пострадали полсотни человек. А на следующий день напомнился пограничный коллектор Мактаральского района Туркестанской области. На месте была объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера. Эвакуировано свыше 30 тысяч жителей 13 населенных пунктов. Ну вот, никто из жителей Туркестанской области не останется без внимания. Об этом в своем твиттере написал президент. Касым Жмартукаев поручил правительству оказать всю необходимую помощь с жителем поселков, затопленных из-за прорыва дамбы в Узбекистане. Подробнее об этом Рауль Габитов. Ситуация в Мактаральском районе меняется в лучшую сторону. Уровень воды в затопленных селах в среднем упал на 5 сантиметров. Чтобы ускорить процесс отвода сточных вод, близ села Кургалы вырыли канал. А в ближайшее время планируется запустить 30 высокопроизводительных насосов для откачки воды. Мы в любом случае стабилизируем ситуацию. Для этого необходимо немного времени. Большинство жителей проявляют терпение и относятся с пониманием. Но есть те, кто постоянно чем-то недоволен. Они говорят, что никто не работает и никто ничего не делает для ликвидации происшествия. Мы понимаем, что сейчас очень трудное время, людям тяжело. Но если и дальше будут происходить факты распространения ложной информации, мы будем вынуждены принять меры. Прошу верить только официальным данным. Всего в Макторальский район поступило 300 миллионов кубометров воды. Затоплены села Женес, Жанатурмес, Фердауси, Уэргебас и Достык. Все 1030 домов, которые у нас сейчас оказались в зоне затопления, будут восстановлены. Либо отстроены заново. Скот, который был потерян в результате подтопления, будет также восстановлен. Кроме того, хотелось бы сказать, что инфраструктура в этих пяти населенных пунктах, это вода, электроэнергия, газ, связь, она будет восстановлена в полном объеме. В свои дома постепенно возвращаются 17 тысяч жителей. Их села удалось спасти от подтопления. Более 2000 человек продолжают оставаться в эвакуационных пунктах. Они обеспечены всем необходимым. От горячего питания до постельных принадлежностей. Гуманитарная помощь для пострадавших тоннами поступает со всех концов страны. Наш благотворительный фонд собрал 20 тонн продуктов. Это овощи, макароны, мука и молочные изделия. Их распределяют между эвакуационными пунктами. Кроме того, для жителей, оставшихся без крыши над головой, мы собрали 200 миллионов тенге для восстановления домов. В такое тяжелое время мы должны сплотиться и помогать друг другу. Сейчас решается вопрос о выплате компенсации семьям, пострадавшим в результате наводнения. Стоит отметить, что к аварийно-спасательным работам в Мактаральском районе привлечены свыше 900 человек и 180 единиц техники. Больше 20 тонн гуманитарной помощи получили сегодня пострадавшие от наводнения. Продукты питания для нуждающихся отправили представители партии АОЛ. Ее председатель Алий Бектаев стал инициатором благотворительной акции. Напомню, из-за прорыва дамбы в Узбекистане под водой остались несколько казахстанских сел. Тысячи семей эвакуировали в ближайшие населенные пункты. Когда наступали трудные времена, народ всегда был вместе. Все поддерживали друг друга. Так исторически сложилось. А вот сейчас мактаральцы столкнулись с трудностями. В связи с этим все стараются помочь. В том числе и мы, члены Народно-демократической партии АОЛ. Еще 15 человек излечились от коронавируса по данным к этому часу. Восемь в Алматы, трое в Нур-Султане, еще трое в Жамбылской области и один в Мангыставской. Таким образом, общее число выздоровевших – 1279. Всего зарегистрировано 4179 случаев заражения. 29 человек скончались. В Алматинской области перешли ко второму этапу ослабления карантинного режима. На прошлой неделе в регионе заработали СТО, автомойки, магазины, автозапчастей и стройматериалов, а также банки и юридические конторы. А сегодня открыли салоны красоты, цветочные киоски, непродовольственные магазины площадью не больше 500 квадратных метров и ломбарды. Кроме того, разрешены спортивные мероприятия и уличные тренировки. Пока без зрителей. Готовятся к летнему сезону и турфирмы. Все подробности в материале – Адельхана Сахари. Салоны красоты и парикмахерские – пожалуй, одни из самых долгожданных объектов малого предпринимательства, открывшиеся после ослабления карантинного режима. Разрешение получено пока только на неполный рабочий день – с 10 утра до 5 вечера. И клиентов принимают лишь по предварительной записи, чтобы не было столпотворений. Желающих больше, чем мы можем записать на данный момент, потому что очень долго мы не работали. Все обросли. Рады выходу на работу и сами парикмахеры. Олеся Карковская в этой сфере бизнеса 15 лет. Но, говорит, ни разу еще не доводилось так долго отдыхать. Долго ждали этого. Дождались послабления. Пусть не полный рабочий день, но все-таки это уже лучше. Посредством ударило. Но мы получили одну выплату – 42 500 в начале апреля. Поэтому нас это как-то поддержало. Открылись и цветочные магазины. Впрочем, в период карантина многие из них работали в онлайн-режиме с доставкой на дом. Поэтому удар по бизнесу не столь болезненный. А вот кто по-настоящему пострадал от пандемии, так это организации, задействованные в сфере туризма. По подсчетам специалистов, в области объем недополученных из-за коронавируса туристических услуг составил около 2 миллиардов тенге. Турфирмам и объектам размещения разрешили подготовку к летнему сезону. Но пока без права приема и обслуживания клиентов. Основным моментом при подготовке к летнему сезону, конечно, является алгоритм Министерства здравоохранения, которые, мы надеемся, в ближайшее время дадут определенный алгоритм для того, как будут работать места размещения. В числе получивших разрешения на возобновление работы есть также непродовольственные магазины площадью не больше 500 квадратных метров, объекты по ремонту и обслуживанию бытовой техники, ломбарды, рекламные агентства и страховые компании. А вот крупные торговые центры все еще закрыты. Должны соблюдаться дистанционный режим, санитарно-карантинные мероприятия, масочный режим, установлены должны быть санитайзеры. При нарушении данных мер будут накладываться штрафственные санкции. Данное ослабление не касается тех населенных пунктов и тех объектов, где наложен был усиленный карантинный режим. Впрочем, населенных пунктов, закрытых на карантин, в области становится все меньше. Вчера, к примеру, открыли город Ясыки и четыре дачных общества. Сегодня село Щелек. На этой неделе также должны снять усиленный ограничительный режим с Жаркента и Сарозека. Адильхан Сахарикван, Штургенбеев, Хабар-24, Алматинская область. Не представив ситуации, сложилась с поставками льготных горюче-смазочных материалов по Владарской области. Акимат-регион обратился в департамент по экономическим расследованиям для принятия мер в отношении оператора, который допустил срывы договорных обязательств по обеспечению крестьян недорогой соляркой в период посевной. В самой фирме считают, что ее незаконно исключили из списка поставщиков удешевленного топлива. Аграрии Приртыши уже массово вышли на поля и неожиданно стали получать, как они сами это называют, письма счастья, в которых говорится о расторжении договора на поставку льготного ГСМ и возврате денег. Речь идет о солярке, предусмотренной на май. В списке тех, кому теперь в срочном порядке нужно искать новых поставщиков недорогого топлива и вот эта опытная станция. Ученые на двух тысячах гектарах экспериментально сеют новые сорта зерновых и овощных культур. Теперь научная компания под угрозой срыва. В апреле месяце мы заключили с компанией на поставку удешевленного дизельного топлива в объеме 44 тонны. Соответственно, мы со своей стороны все обязательства выполнили, объем полностью был оплачен. Мы даже в апреле месяце первый объем 20 тонн вывезли, а в остатке у нас было 24 тонны. Но сегодня мы получаем письмо за подписью директора компании, что они свои майские обязательства выполнить не смогут, в связи с тем, что нет физических объемов дизельного топлива. Мы нашли офис той самой компании, выигравшей тендер по поставке недорогого дизельного топлива. Фирма занимает всего одну комнату в цоколе двухэтажного здания. Представитель компании пояснил, что все руководство и бухгалтерия в столице. И от интервью на камеру отказался. Вместе с тем он сообщил, что разнарядку за апрель в объеме 5320 тонн их фирма полностью выполнила. Тем не менее, Акимат исключил их из списка поставщиков за май. Фирме пообещали, что со дня на день вернут в предоплату 58 хозяйствам. У Акимата своя версия. Здесь заявили, что компания сорвала график отгрузки 2,5 тысяч тонн солярки. Акимат области обратился в департамент по экономическим расследованиям. Один из операторов предложил самую низкую стоимость за услуги операторства. То есть, если три оператора предложили стоимость за одну тонну 6 тысяч тенге, он предложил 4,5 тысяч тенге на полторы тысячи дешевле. Соответственно, управление сельскохозяйства распределяло объемы. Практически 65-70% всего объема дали для того, чтобы отгружал этот оператор. Вопрос в том, что он задержкой выдает это все. Фермеры загружают там дистопливо и так далее. Он вместо того, чтобы выдать там сегодня, выдает завтра. Но это само собой простое. Не исключено, считает в Акимате, что на ситуации отразился режим ЧП, когда многие работали в удаленном доступе. Но сфера сельского хозяйства как раз та отрасль, которая не должна была пострадать от форс-мажора. Потому что ГСМ практически с колес уходит. Вот такая ситуация на сегодняшний день сложилась. Ну, мы думаем, что, наверное, если все госорганы включатся, то вопрос решится в положительную сторону. Всего на весеннеполевые работы в Павлодарской области выделено 19100 тонн удешевленного ГСМ. Общая площадь пассивных почти полтора миллиона гектаров. ГСМ, которые должна была поставить столичная компания Акимат, в срочном порядке перераспределил среди других операторов. Отгрузку обещает начать в течение двух-трех дней. Салват Семербулатулы, Самат Аспанов и Алексей Мельницкий. Хабар, 24, Павлодарская область. В октаву участник Великой Отечественной войны Станислав Сухонос получил двухкомнатную квартиру. Переезжать в новую жилплощадь ветеран пока не спешит, ждет снятия карантина и занимается любимым хобби – цветоводством. Чувство юмора и небывалая жизнерадостность помогают 92-летнему ветерану с вынужденной изоляцией. С фронтовиком, который 8 лет прослужил на флоте, выслеживал и уничтожал фашистские подводные лодки, встретилась наш корреспондент Тамара Степанова. Здесь у нас и огурцы росли, и помидоры росли. Разменяв в десятый десяток, ветеран войны Станислав Сухонос стал выращивать цветы и овощи на балконе. Осваивать новое хобби начал в прошлом году. За всем процессом всегда следит любимый кот Симон. Это разные цветочки. Голитерные глазки, зелень украшает быт. В 1944 году из оккупированного немцами города Ессентуки он с 16-летним парнишкой добрался до Черного моря. Отец и старший брат уже давно воевали. Защищать родину хотел и юный Станислав. С мечтой о поступлении в школу Юнг ему пришлось расстаться. Не успел к набору. Настырный парнишка, рожденный во Владивостоке, всегда грезил морем. Он решил испытать удачу в соседнем порту. За смекалку при покраске корабля «Морской охотник-338» он стал членом команды. В ее составе моряк воевал не только на территории Союза, а также в Болгарии и Румынии. Каждый выход с бухты на конвой кораблей мы очищаем рейд от противника. Под Батуми мы захватили лодку, прижали к берегу и бомбили ее. Потом пришел приказ прекратить бомбежку и вернуться в порт. Она потом всплыла, ушла в Констанцию, а кто приказ отдавал, его судили. Потому что он был, ну типа шпиона что ли. Ветеран часто рассматривает фотокарточки военных лет. Он помнит имена и фамилии всех, с кем пришлось достойно защищать родину. А после войны обнаруживать и обследовать затонувшие корабли. День победы мы были в поте. Дали праздничный шпанек. Все были пьяными, кроме меня. Находясь на вынужденной изоляции, ветеран не скучает. Он играет в шахматы онлайн. Тренировать мозги, как говорит о шахматах сам Станислав Трофимович, его научил наставник на корабле. Часто выигрываете? Всяко бывает. На кого на поле все. После войны Станислав Сухонос работал в среднем машиностроении. В 1968 году он впервые попал в Актау. Тут жил его брат. Попал и остался навсегда. Морской город очаровал бывшего моряка. Тут же строил карьеру. Стал кавалером орденов Трудового Красного Знамени и Трудовой Славы Третьей Степени. Воспитал троих сыновей, шестерых внуков и восьмерых правнуков. Семь лет назад они с супругой отметили бриллиантовую свадьбу. Тамара Степанова, Ринат Дусалиев, Актау, Хабар 24. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте www.24.kz. У меня же на этом все. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин